Ребята, всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам немножко хочу показать свою папку с эскизами. Называется эта папка Sketchbook. Если вам интересно посмотреть мои эскизы, то оставайтесь со мной до конца. Вот такой вот у меня идет первый мой эскиз. Делала я его при помощи тканей. У меня есть видео о том, как я рисовала этот эскиз. На этих эскизах я вдохновилась популярными соцсетями. Такими как WhatsApp, YouTube и Instagram. Instagram покажу чуть позже. Здесь у меня идут вот такие вот красивые платья. У меня тоже есть видео о том, как я это рисовала. Как я вдохновлялась. Здесь у меня идет моя идея, что я хотела шить себе. Я вот в том году отшила примерно такие же штанишки и юбочку. Это у меня идет такой вот калаш. Здесь идут вот такие вот наклейки, джинсы. Такое экстраординарное платье, немножко авангардное. Вот такое платье я хотела отшить пару лет назад себе, но до сих пор, к сожалению, не отшила. Эту эскиз я рисовала из Instagram. По образу известного блогера. Ее зовут Дина Токио. Многие, может быть, если знают, то можете посмотреть. У нее был такой фотообраз, и я попыталась его изобразить. Здесь у меня идут вот такие вот вечерние платья. Я работала тоже с помощью коллажа. Я играла с разными кусочками бумаги. Тем самым у меня получились вот такие вот интересные платья. Это у меня такой вот старый набросок идет. Я от руки его рисовала. Такая вот накидка. Это у меня идет очень тоже старый мой набросок. И вот пыталась изобразить Абаю восточную. А вот эти вот мои эскизы я рисовала тоже очень давно, примерно 10 лет назад. Я здесь только училась рисовать. Но тем не менее, вот эскизы очень сильно прорисованы. Так как я использовала готовые эскизы с итальянской книги. Я просто брала и точно так же перерисовывала. И тем самым получалось как бы очень даже правдоподобно, как с книжки. Я очень довольна вот этими работами. Я ими прямо горжусь. У меня очень много таких эскизов. Но показывает то, что у меня здесь с собой в Тунисе. Это, как вы понимаете, тоже с той же книжки, с той же серии. У меня есть видео о том, где я рисовала вот этот вот эскиз и очень подробно рассказывала о том, где я училась рисовать, как я начинала держать карандаш в руках. И вот это вот были мои все первые работы, вот 10 лет назад практически. Здесь я рисовала для одной казахской компании. И тоже эскизы, тоже наброски для детской одежды. Такие вот здесь интересные идейки есть. Я-то вот все прописывала. Какие идеи с платьями. Это я тоже делала видео на YouTube. Вот так вот я вот вдохновлялась конструкцией. Одной чашей. Тем самым получились такие вот наброски. Здесь тоже такое красивое платье вот идет. Эти эскизы мне очень-очень безумно нравятся. Я вот рисовала их для проекта Crymond. Пальто. 2020-2021 года. Я показывала коллаж, как я это делала, как я создавала. Вот здесь вот прям идет целая серия у меня пальто. Смотрите, какие они у меня интересные. И вот с такими вот всякими регланами, вот всякими двойными тканями. Вот интересные образы, конечно, получились. Такие вот пальто. Смотрите. Не знаете, мне очень нравятся такие вот всякие элементы фигурные, вот вырезы. Тем самым они вот украшают вот одежду, делают они ее очень интересной. Вот. Такое вот у меня здесь пальтишко, достаточно яркое и интересное. А это вот я вам недавно показывала. Я делала видео, где я вот тоже делала наброски вот такие. У меня был челлендж. Рисовала я каждую неделю эти вот наброски с этой серии. Вот они мои наброски идут. А это мой любимый инстаграм. Вот такая вот красивая у меня девочка идет здесь. Смотрите, это вот все цвета инстаграма. Вот по их нему логотипу я принесла на эту одежду. Эту эскизу я рисовала для Лиси Шапель. Это вот очень известный YouTube канал, где очень талантливая девочка показывает, как делать фэшн эскизы. А это я вот хотела заниматься свитшотами. И вот пару задумок нарисовала, какие бы хотела бы я отшить свитшоты. Очень люблю вот эту идею, когда от светлого идет к темному. Если не ошибаюсь, то это называется нюанс. Это вообще вот просто безумно красивый эскиз. Идет тоже вот этот монохромность, нюанс. Когда вот от светлого идет к темному. Я говорю, я очень люблю такие вот эскизы. И это тоже у меня очень старый эскиз. Примерно 2013 года. Здесь была идея такова, что будет юбка такая ГД, русалочка. И от него вот идет корсет со шлейфом. Смотрите, как красиво прям. Вообще, я очень люблю платье. Я очень люблю вот такие вот эскизы. Ну, в общем, это все, что у меня здесь есть с собой в наличии. Это вот моя такая вот папочка. Как сказать, лицо каждого дизайнера, который должен иметь вот такой вот скетчбук. Чтобы, когда вы пойдете на работу, вы могли показать работодателю, что вы из себя представляете. Что вы можете рисовать, что вы можете шить. Также у меня есть видео о том, как я развивалась в течение 10 лет. Что я рисовала, что я отшивала. Все это у меня есть на моем лице. Ну, а если вы еще и знаете английский язык, то, конечно, я бы вам посоветовала бы создать вот такое вот CV, такое вот резюме на английском языке. Вот я сама здесь печатала, переводила. В общем, может быть, когда-нибудь мне это в мое резюме пригодится. Надеюсь на то, что вам видео понравилось. Вы немножко вдохновились вот такими вот моими красивыми эскизами. Я, знаете, на каждом эскизе в конце прописываю дату, когда это было создано. Потому что это память. Такая вот большая, трудоемкая работа. Надеюсь на то, что вам это видео понравилось. Если это так, то поддержите меня лайком. Если же вам видео не понравилось, давайте поставим мне побольше дизлайков. Пишите мне ваши комментарии. Мне будет очень приятно вас почитать. Вам желаю творческих успехов в вашей профессии. Всем пока-пока и до новых встреч!